Добрый день, уважаемые слушатели! Ваше внимание предоставляется вторая лекция из цикла «Педагогические технологии. Сущность и понятие педагогических технологий». В ней мы рассмотрим следующие вопросы. Проблемы образовательных технологий — огромный опыт педагогических инноваций. авторских школ, постоянно требуют обобщения и систематизации. И в качестве основы системообразующего каркаса целесообразно использовать новые для педагогики понятия, как технология и новый технологический подход к анализу проектирования педагогических процессов. В настоящее время в педагогический лексикон плотно вошло понятие педагогические технологии. Однако его понимание и трактовка имеет некоторые разночтения многими научными школами, учеными и так далее. То есть каждый в ней видит свою какую-то идейную направленность, свою изюминку. Поэтому давайте с вами выясним, что же такое в целом педагогическая технология, и оттолкнемся от этого понятия технология к образовательной и педагогической технологии. Технология по толковому словаря далее, это и совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве. Образовательная технология – это совокупность научных и практически обоснованных методов, инструментов для достижения желаемого результата в любой области образования. Понятие образовательной технологии представляется несколько более широким, чем педагогическая технология. Для педагогических процессов именно. Ибо образование включает, кроме педагогических, еще и разные социальные, социально-политические, управленческие, культурологические, психолого-педагогические, медико-педагогические, экономические и другие смежные аспекты. С другой стороны, понятие педагогической технологии относится ко всем разделам педагогики. В зарубежной литературе имеются близкие к этому термины. Это понятие технологии в образовании, которое, собственно, было еще разработано технологией образования в 1950-х годах в зарубежной педагогике. Затем оно трансформировалось к 1980-му году в технологии образования. Позже, собственно говоря, с опытом, с наработками определенными, трансформируется в педагогические технологии. Применение технологического подхода и термина технологии к социальным процессам в области духовного производства, образованию, культуре – это относительно новое, более сложное явление для социальной действительности. Существует, как я уже сказала, много очень подходов к понятию педагогические технологии. Мы их сегодня с вами рассмотрим. В них важно выделить ключевые слова. Ключевые слова помогут понять сущность каждого из данных подходов. И затем данные ключевые слова помогут нам прийти к единому знаменателю и выявить, в чем же специфика, суть понятия педагогические технологии. Давайте начнем с узких определений. Они связаны с использованием в педагогическом процессе различного оборудования. Это в основном западные педагоги дают такую трактовку. Кларк считает, что смысл педагогической технологии заключается в применении в сфере образования изобретений, промышленных изделий и процессов, которые являются частью технологии нашего времени. Персиваль и Эллингтон указывают на то, что термин «технология» в образовании включает любые возможные средства представления информации. Это оборудование, применяемое в образовании. Также телевидение, различные средства проекции изображения и так далее. Другими словами, технология в образовании – это аудиовизуальные средства. Технология толкования терминов такой организации, как ЮНЕСКО, предполагает два смысловых уровня данного понятия. Во-первых, это педагогическая технология, как использование в педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникации, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другое. Во-вторых, это системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических, человеческих ресурсов, их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования. Более широкие определения основаны на комплексном использовании технического и человеческого ресурсов, так, опять же, западный ученый, как ФИН, заметил, что технология – это просто комплекс аппаратуры и учебных материалов. Это значит, что педагогическая технология – это способ организации, это образ мысли о материалах, людях, учреждениях, моделях, системах типа «человек-машина». Митчелл в результате анализа ста источников считает, что педагогическая технология – это область исследования и практики, имеющая связи, отношения со всеми аспектами организации педагогических систем и процедурой распределения ресурсов для достижения специфических, потенциально воспроизводимых результатов. И, опять же, ЮНЕСКО дает такой широкий подход в данном случае, как педагогические технологии – это систематический метод планирования, применения, оценивания всего процесса обучения, усвоения знаний путем, опять же, учета человеческих и технических ресурсов, то есть то определение, которое давала ранее. Отечественные педагоги со своими научными школами также неоднозначны в понятии педагогическая технология. Кульниеви читают, что необходимо соотнести понятие педагогической технологии с такими педагогическими категориями, как теория воспитания, методика воспитательной работы, и педагогическое мастерство. И педагогическая технология должна быть более точно, отражать такие механизмы, как надежность, вариативность педагогического процесса, должна быть сложна в своей научной организации. Это и есть, по его мнению, понятие педагогической технологии. Беспалька считает, что педагогическая технология – это есть содержательная техника реализации учебного процесса. Более емкое и короткое определение. Оно должно быть ориентировано на использование педагогических технологий только в процессе обучения. Вот это мнение Беспалька. Монахов подходит к понятию педагогической технологии как продуманные во всех деталях модели совместной педагогической деятельности по проектированию, организации, проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащегося и учителя. Кларин рассматривает педагогическую технологию как системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных, методологических средств, используемых для застяжения педагогических целей. Наш известный профессор Лихачев дает такое определение педагогической технологии как совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств. И это есть организационно-методический инструментарий всего педагогического процесса. То есть данное определение, на мой взгляд, тоже оно более такое емкое, значимое в отношении всего образовательного педагогического процесса. Ну и другие существуют трактовки, так, например, Ксюнзова и Ливанова трактуют педагогическую технологию как процесс, ориентированный на решение обучающихся, воспитательных задач. И здесь существует очень много вариантов и аспектов его трактования. Ксюнзова также говорит, что это педагогическая технология, это построение деятельности педагога, в котором все входящие в него действия представлены в определенной целостности и последовательности. А выполнение предполагает достижение необходимого результата, что и дает такой вероятностный, прогнозируемый характер. Ливанова говорит, что педагогическая технология – это упорядоченная и задачно структурированная совокупность действий, операций и процедур, обеспечивающих диагностируемый и гарантированный результат в изменяющихся условиях. Значит, нужно подвести такой итог, что вот эти все определения, еще раз обращаю ваше внимание, их смысл заключается и суть в их ключевых позициях, в их ключевых словах. И отсюда можно оттолкнуться и сделать вывод, что педагогическая технология может, собственно говоря, функционировать и в качестве науки, которая имеет какие-то рациональные пути обучения и воспитания, то есть обладать вот таким вот научным аспектом и в качестве процессуально-описательного действия или аспекта и процессуально-действительного аспекта. Давайте рассмотрим эти аспекты. Что есть научный аспект педагогических технологий? Еще раз сконцентрируемся. Это часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание, методы обучения и проектирующие педагогические процессы. Процессуальный описательный аспект. Это есть описание процесса, совокупность целей, содержание, а также методы и средства для достижения планируемых результатов обучения. И третий аспект – это процессуально-действенный. Он означает осуществление технологического педагогического процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и методологических педагогических средств. Таким образом, педагогическая технология может функционировать, еще раз говорю, в качестве науки, исследующие наиболее рациональные пути обучения в качестве системы способов-принципов обучения и в качестве системы регулятивов, применяющихся в обучении и в реальном процессе обучения. Также технологический подход к обучению означает, что постановку и формулировку диагностируемых учебных целей ориентированы на достижение запланированного результата обучения. Второе – это организация всего хода обучения в соответствии с учебными целями, оценку, третье – оценку текущих результатов, их коррекцию, и четвертое – заключительную оценку результатов. Вот из этого состоит понятие педагогические технологии и в целом технологический подход к обучению. Таким образом, понятие педагогическая технология потребляется на трех иерархически сопочиненных уровнях. Это общепедагогическим, его иногда еще называют общедидактическим, общевоспитательным. То есть технология характеризует целостный образовательный процесс в конкретном регионе, учебном заведении, на определенной ступени обучения. В нее включается совокупность целей, содержание средств и методов обучения, весь алгоритм деятельности субъектов и объектов процесса. Второй уровень – частно-методический или предметный. Можно иногда встретить такую формулировку в педагогической литературе, как частно-предметная педагогическая технология или частная методика. Означает совокупность методов и средств для реализации определенного содержания обучения и воспитания в рамках одного предмета – класса учителя. И третий уровень – это локальный или модульный уровень, иногда называют точечные технологии. Локальная технология представляет собой технологию отдельных частей учебно-воспитательного процесса, решение частных дидактических воспитательных задач. И здесь различают свои технологические микроструктуры, то есть приемы, звенья, элементы и прочее, которые в совокупности образуют целостную педагогическую технологию, то есть технологический процесс. Что значит локальный или модульный уровень технологии? То есть несколько разных таких мини-технологий, они в целом образуют единую большую технологию. Вот это и есть понимание трех иерархических соподчиненных, они зависят друг от друга, уровней понятия педагогической технологии. Опять же, давайте вернемся к технологическому подходу в обучении, оттолкнемся от него и в связи с этим выявим, какие признаки педагогической технологии существуют в науке, в педагогике. Во-первых, это цели, во имя чего необходимо преподавателю применять ту или иную педагогическую технологию. Далее, наличие диагностических средств. Далее, закономерности структурирования взаимодействия педагога и учащихся, позволяющие проектировать, программировать педагогический процесс. Следующее, это система средств и условий, гарантирующих достижение педагогических целей. Далее, средства анализа процесса и результатов деятельности преподавателя и учащихся. Ну и, собственно говоря, надо отметить, что главная видимость педагогической технологии заключается в ее целостности, оптимальности, результативности, применении в конкретных реальных условиях. Отсюда следует сделать вывод, что любая технология связана с учебным процессом, деятельностью учителя и ученика, ее структурными структурами, средствами, методами и формами. Поэтому в структуру педагогической технологии входит, во-первых, это концептуальная основа, то есть научная основа, второе, содержательная сторона обучения, это те цели обучения общей, конкретные, содержание учебного материала, и третье, это процессуальная часть, технологический процесс, а это организация учебного процесса, методы и формы учебной деятельности школьников, методы и формы работы учителя, и в целом деятельность учителя по управлению процессом, усвоение материала, и диагностика учебного процесса. На этой базовой структурной основе возникают такие критерии технологичности. Что же такое критерии технологичности? Это когда любая педагогическая технология должна удовлетворять некоторым основным методологическим требованиям. В педагогической науке существует масса таких критериев технологичности в зависимости от видов то или иной педагогической технологии. Если это воспитательная технология, то там свой набор, если социальная технология, то свой набор образовательный, то есть свой набор критериев. Но основными, главными, базовыми являются пять критериев технологичности педагогических технологий, без них, можно сказать, что нет педагогической технологии как таковой. Если какая-то из них не используется, то это нельзя назвать уже педагогической технологией, а просто опыт работы учителя. Давайте мы эти критерии технологичности более подробно рассмотрим. Во-первых, это концептуальность, первые критерии концептуальность, то есть каждой педагогической технологии должна быть присуща опора на определенную научную концепцию, включающую философское, психологическое, диагностическое и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных целей. То есть каждая технология должна опираться на базовые знания тех или иных наук. Второй – системность, второй критерий – системность. Что она означает? Педагогическая технология должна обладать всеми признаками системы. Это логика процесса, взаимосвязью всех его частей и, естественно, целостностью. То есть одно должно завязываться под другое, и не существует чего-то разного, все идет к единой цели и так далее. Это есть принцип системности, собственно говоря, или критерий системности в данном случае. Третий критерий – это управляемость. Предполагает возможность диагностического целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностике, варьирования, то есть изменения средствами и методами с целью коррекции результатов. Любую часть в той или иной педагогической технологии можно заменить, изменить, что-то убрать, что-то новое вести и так далее. Это и есть принцип управляемости. Следующий, простите, критерий управляемости. Следующий критерий – это эффективность. Естественно, каждая педагогическая технология должна быть эффективна по своим затратам, особенно в временных рамках. Все это должно происходить быстро, результат должен достигаться самыми кратчайшими путями, эффект от системы той или иной педагогической технологии тоже должен быть положительным и так далее. Собственно, это и есть критерий эффективности. И надо сказать, что современные педагогические технологии существуют в больших конкурентных условиях. Они должны доказать свою эффективность, свою результативность, еще раз говорю, по оптимальным затратам. И самое главное – гарантировать достижение определенного стандарта обучения. Без, опять же, достижения определенного стандарта обучения, критерий эффективности, он не будет работать. Как, собственно говоря, создаются та или иная технология? Ну вот, педагог берет какие-то новые инновационные разработки, технологии оттуда, отсюда, из разных систем и выбирает собственную, создает собственную педагогическую технологию, привнося туда элементы собственного творчества, собственной инновации. Вот это и есть создание педагогической технологии. Но мы немножко ушли в сторону. Давайте последний главный критерий с вами еще запишем. Это и есть воспроизводимость. Подразумевает возможность применения, то есть повторения, воспроизведения педагогической технологии в других однотипных образовательных учреждениях и другими субъектами. Что означает этот критерий? То есть любой педагог может взять вашу или любую понравившуюся технологию и применить в любых условиях, даже в другой стране и так далее, с другими учащимися, с другим классом, с другим уровнем подготовки учащихся. Вот это и есть критерий воспроизводимости. То есть ее можно повторить в данной технологии. Вот, собственно говоря, и педагогические технологии базируются как раз на таких изменениях. Что значит работа учителя в той или иной технологической системе? Конечно, она требует тоже своих, собственно говоря, новых подходов к оформлению педагогической технологии. Это не просто конспект урока или конспект какого-то мероприятия и так далее. Это теперь уже и технологическая схема, это и технологическая карта, по которой оформляется вся та или иная выбранная педагогом педагогическая технология. Я думаю, что есть технологическая карта и схема нет сложности посмотреть где-то в интернет-системе и так далее. Очень много педагогов выкладывают свои инновационные технологические разработки в виде технологических схем и технологических карт. Давайте в общем виде запишем эти понятия, что они есть, чтобы было более-менее известно, о чем идет речь. Технологическая схема — это условное изображение технологии процесса, разделение его на отдельные функциональные элементы и обозначение логических связей между ними. Вот такая научная трактовка. Технологическая карта — это описание процесса в виде пошаговой, поэтапной последовательности действий с указанием применяемых средств. Это и есть технологическая карта. Современный педагог не пишет длинные и большие конспекты уроков, он именно работает с технологическими схемами и технологическими картами. Давайте все-таки выясним, из такого научного большого объема определений и так далее, образуется данная классификация педагогических технологий. То есть все технологии, они, можно сказать, дают разные подходы к их описанию. Опять же, разными научными школами существуют разные подходы к классификации педагогических технологий. Но более распространена и известна такая классификация ГК «Селевка». По уровню применения, по философской основе, по ведущим факту, научные концепции по характеру содержания структуры, по типу организации управления познавательной деятельности, по отношению к ребенку со стороны взрослых, по способу, методу, средствам, по категории обучающихся. Я думаю, что на следующей лекции мы более подробно рассмотрим суть этой классификации. И еще, какие известные педагогические технологии подходят под эту классификацию, указаны в данном слайде. Мы тоже будем рассматривать, тоже будем подробно разъяснять на последующих с вами лекциях, встречах. И вот в общем виде они представлены таким образом. Давайте с вами все-таки посмотрим, еще раз вспомним, что же такое инновация. Инновации мы на прошлой лекции были подробно изучали. Это нововведение, новшество. Ее главным показателем является прогрессивное начало в развитии вуза, школы по сравнению с уже сложившимися традиционной системой обучения. И инновации в системе образования связаны с внесением изменений в цели содержания метода и технологии форм организации и системы управления. А также в стиле педагогической деятельности и организации учебно-вознавательного процесса. Далее в систему контроля и оценки уровня образования. Следующая в систему финансирования. Следующая в учебно-методическое обеспечение. Следующая в систему воспитательной работы. В учебный план, в учебные программы. И последняя в деятельности учащегося и преподавателя. Типы нововведений отражаются в целях содержания образования, в методиках, средствах, приемах, технологиях педагогического процесса. В формах и способах организации обучения и воспитания. В деятельности администрации, педагогов и учащихся. Также типы нововведений могут быть по своей масштабности локальные, единичные. То есть не связанные между собой, комплексные, взаимосвязанные между собой. И системные, охватывающие весь вуз или школу и так далее. Типы нововведений по признаку инновационного потенциала. Могут быть как модификации известного и принятого, связанные с усовершенствованием, рационализацией, видоизменением, в частности образовательные программы, учебного плана, структуры и так далее. Дальше комбинатурные нововведения и радикальные преобразования. То есть крупные преобразования, которые изменяют все. Типы нововведений основаны на группировке признаков по отношению к своему предшественнику. Это замещающие, отменяющие, открывающие и ретро-ведения. То есть это уже ранее когда-то было реализовано, эффективно по своим признакам. И сейчас это вновь вспомнили и ввели. Кстати, такие технологии могут называться как ретро-ведения. Да, ретро-ведения или, простите, вот что-то не могу сейчас вспомнить. Источники инновационных идей. Это, опять же, социальный заказ, потребности общества. Далее, воплощение социального заказа могут отражаться в законах, директивных и нормативных документах федерального и регионального значения. Достижение комплекса наук у человека, передовой педагогический опыт, интуиция, творчество руководителей и педагогов. Опытно-экспериментальная работа и зарубежный опыт. Мы с вами на прошлой лекции рассматривали также, что есть традиционная система обучения, традиционная педагогика и развивающая или инновационная педагогика. Вот, собственно говоря, традиционные технологии и современные технологии, они представлены в данной таблице. Следующий слайд также будет продолжением данной таблицы. И заметьте, что связь далее между технологиями по горизонтали и противительной, а по вертикали это соединительная. То есть, ну вот, традиционная технология, вы видите, и инновационная технология, они между собой очень широко связаны. И можно сказать, отметить такую, ну, круговую взаимосвязь как по горизонтальным направлениям, так и по вертикальным направлениям традиционных и педагогических технологий. Что это означает? Что лучшее, что-то берется из той или иной систем, замещается или видоизменяется, и, соответственно, образуется собственная новая инновационная педагогическая технология. Современные педагогические технологии, они различны по своим видам, своей наполняемости, могут быть следующие. И этот список, он, ну, как бы не окончательный. Это информационные, то есть компьютерные, мультимедиа, дистанционные, сетевые технологии, проективные и деятельностные технологии, креативные технологии, игровые технологии, в том числе имитационные, операционные, исполнение ролей, деловой театр, психодрама, социодрама и так далее. Технологии личностно ориентированного образования, далее этнопедагогические технологии, данные технологии сейчас популярны в педагогической среде, имеют широкое распространение, коллективные групповые способы обучения, тренинги и коучинг. Инновационные методики, интерактивные методы обучения представлены в следующем виде, и они также, собственно говоря, не являются окончательными. Их очень много. Ну, например, такие, как эвристическое обучение, мозговой штурм, проблемное обучение, дебаты, метод проектов, сократический диалог, дерево решений, ролевые игры, деловая игра, деловая корзина, форум, обсуждение в полголоса, дума и слушай, панельная дискуссия, программа саморазвития. К каждому возрастному периоду, собственно, соответствуют, ну, те или иные методы, интерактивные методы обучения. И здесь нужно соотноситься, измерять возраст детей, не только детей, но и применять в соответствии. Также электронная продукция представлена на данном слайде, но она же не окончательная. Существует очень много различных инновационных, информационных систем обучения. И чем дальше будет человечество развиваться, тем это будет система и продукция совершенствоваться, обновляться. Но сюда относятся такие, как компьютерные обучающие программы, включающие в себя электронные учебники, тренажеры, тьютеры, лабораторные практикумы, тестовые системы, обучающие системы на базе мультимедиатехнологий, построенные с использованием персональных компьютеров, видеотехники, накопителей на оптических дисках и так далее. Интеллектуальные обучающие экспертные системы, используемые в различных предметных областях, распределение базы данных по отраслям знаний, средства телекоммуникации, электронная почта, телеконференции, локальные и региональные сети связи, сети обмена данными и так далее. Электронные библиотеки и централизованные издательские системы. Этим очень хорошо пользуются системы высшей школы, в данном случае наш Бурятский государственный университет. Электронной библиотекой.